Сегодня сотрудники органов внутренних дел России отмечают профессиональный праздник. Торжественные мероприятия проходят по всей стране, в том числе и на Ямале. Как пишет информационное агентство Северопресс, в праздничный день сотрудникам ямальских территориальных отделов УМВД России вручили более 1 тысячи различных наград за высокие результаты в службе. Так, 532 человека удостоены ведомственной медали за отличие в службе. 97 работников получили нагрудный знак за отличную службу в УМВД и отличник полиции. Кроме того, около 600 человек отмечены благодарностями и почетными грамотами губернатора Ямала, окружного законодательного собрания и начальника окружного УМВД России. Как оценивают работу полиции жителей страны, решил выяснить Всероссийский центр изучения общественного мнения. Результаты опроса показали, что за последние 10 лет доля сограждан, которые считают, что полицейские работают хорошо или очень хорошо, выросла почти вдвое. Так, 10 лет назад этот показатель составлял 13%, в нынешнем году 25%. Если же говорить про уровень доверия к сотрудникам полиции, то самый высокий показатель – это 46%. Держится на протяжении последних двух лет. Для сравнения, в 2005 он составлял 37%, в 2009 – 32%, в 2012 – 35%. В честь Дня сотрудника органов внутренних дел в Губкинском сегодня прошел праздничный концерт. В Доме культуры «Алим» собрались полицейские и их близкие, а также почетные гости. В их числе глава Губкинского Сергей Бурдыгин, представители Городской думы, Губкинского районного суда и общество с ограниченной ответственностью «Роснефтьфорнефтегаз». Они поздравили правоохранителей с праздником, отметив их профессионализм и большой вклад в дело обеспечения безопасности и охраны общественного порядка. Наверное, только вы и ваши семьи знаете, что такое спокойствие достается ежедневным тяжким трудом. Поэтому желаю всем семьям терпения, чтобы ждали своих близких домой и, конечно же, обязательно дожидались. Особые слова благодарности ветеранам, многие из вас и сегодня еще в строю и передаете свой опыт молодым не только в полиции, но и в других организациях города. Всем желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на службе. Моя милиция меня бережет, говорил Владимир Маяковский. Прошло время, сменились названия, а суть вашей профессии осталась прежней. Обеспечение безопасности нас, горожан. Позвольте мне от себя лично, от депутатов городской думы поблагодарить всех вас за добросовестную службу, мужество, а иногда и героизм, проявленный при исполнении служебных обязанностей. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, бодрости, духа, оптимизма и благополучия в семьях. С праздником, дорогие друзья! На торжественном мероприятии в Олимпе полицейским вручили большое количество наград. Это почетные грамоты и благодарственные письма главы города, начальника окружного управления МВД России, городского отделения полиции, а также медали за отличия в службе и другие наградные знаки МВД России. Может быть, я сейчас скажу отчасти служебную информацию, но я думаю, что я не разглашу государственную правило. Но именно в Бубкинске по МВД сотрудники, которые находятся и работают, несут службу за пределами Ямала-Ницкого округа, именно сюда хотят устроиться на работу. Не в какой-то другой город нашего Ямала-Ницкого округа, а именно в Бубкинске. Значит, это о чем-то говорит. Я еще раз хочу сказать спасибо всем сотрудникам органов внутренних дел за их работу, за их нелегкую работу. Наградным знаком МВД России отличник полиции награждаются старшина полиции Барышников Алексей Николаевич, старший полицейский взвода полиции отдела дневнической охраны по городу Бубкинске. Творческие подарки виновникам торжества подготовили сотрудники централизованной клубной системы города. Также на концерте выступили представители детской школы искусств поселка Пурпе. Одним из самых запоминающихся номеров праздничной программы стала песня «Ноль два». Добавим, сегодня в штате сотрудников городского отделения МВД более ста человек. Ежедневно они охраняют спокойствие горожан и стоят на защите их законных прав и свобод.